Долгожданный, добрый, православный. Третий съезд молодежи Ленского района вновь собрал на своих образовательных площадках учащихся двух районов. В течение трех дней они работали над своими проектами, участвовали в добрых акциях, занимались спортом. Все это в рамках православных традиций русского народа. На съезде побывал и мой коллега Дмитрий Вильчевский. Православный съезд молодежи Ленского района по доброй традиции открывается торжественным молебном в храме святителя Иннокентия. Получив благословение отца Анатолия, участники съезда отправились на регистрацию. В этом году он проходил на базе общеобразовательной школы номер один. Сегодня я пришла на регистрацию и увидела много знакомых лиц и также много новых. И я очень надеюсь, что мы познакомимся с новыми лицами и сможем сдружиться. И я жду очень многого от предстоящих акций, соревнований. На торжественном открытии ребята разделились по направлениям и познакомились со своими модераторами. С ними они провели все три дня съезда. Распределение по командам проходило в случайном порядке. И каждая группа отличалась по цвету и занималась отдельно. Группа оранжевых работала с детьми, состоящими на учете в ПДН. Открытость и доброта – вот что нужно в общении с ними. Мы с ребятами решили придумать такую акцию, как сначала мы детей встречаем, с ними тренинги небольшие, мы знакомства проводим, пьем с ними чай, знакомимся ближе с ребятишками. Также, так как у нас оранжевый цвет, ребята решили придумать апельсинки, написать у них пожелания определенные и на улице раздавать людям. Группа «Синих» встречалась в зале боевой славы с ветеранами. В увлекательной игровой форме они общались, разгадывали кроссворды, провели викторину. Вот именно общение с ветеранами мне больше всего понравилось, потому что это история, традиции, их нужно очистить. И в православный съезд я уже участвую третий раз, и это действительно такой съезд, где люди начинают общаться, дружить, приучиваться к вере. И я считаю, что традиция должна продолжаться. Группа «Красных» для детей из реабилитационного центра разыграла целую постановку «Настоящую сказку». Подарили хорошее настроение и настоящее чувство праздника. Дмитрий Вильчевский, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край». Дмитрий Вильчевский, Виталий Андреев.